Друзья, всем привет! И мы рады вас приветствовать сегодня в нашем замечательном фитнес-клубе Gold Fitness Indigo. И сегодня с вами я, инструктор дириженного зала, Бусев Антон, и со мной две прекрасные леди, которые посещают нашу секцию стретч. Это Ольга, Аня. И мы сегодня с вами поговорим о том, как можно растянуться легко, просто и в удовольствие. Сегодня на нашем занятии мы продемонстрируем, в каком формате и с какими упражнениями проходит наша секция стретч. Оля сегодня продолжает совершенствовать свою растяжку, которая и без того уже на высоком уровне, но Анечка в который раз уже пытается сесть на шпагат, и при этом у нее это замечательно получается и в очень короткий период. Я очень рад за этого человека, что за буквально один месяц на ее примере мы можем доказать, что сесть на шпагат реально. Итак, для чего же нам необходима секция стретч? Секция стретч – это не только прекрасный инструмент для того, чтобы добиться заветной цели в виде трех шпагатов, но и также хороший вариант для того, чтобы поддерживать свои суставы, связки и мускулатуру в должном уровне подвижности, что нам помогает в тренировках как и в тренажерном зале, так и на групповых программах. Как любое физическое качество, его нужно развивать всегда и постоянно. Поэтому я рекомендую вам заниматься каждый день в размере 15 минут. Это будет вполне достаточно для того, чтобы начать потихоньку двигаться по направлению к тем самым заветным шпагатам, которые вам бы хотелось сделать. Мы используем для тренировки специальную раму для стретч-упражнений. В данном случае мы выполняем упражнение, которое нас подводит именно к посадке на продольный шпагат. Вам нужно будет держаться за тренажер двумя руками, для того, чтобы быть более устойчивыми, чтобы не упасть. Ну и, как в данном случае, с помощью партнера попробовать поднять маховую ногу переди стоящую вверх и обязательно удерживать прямое колено нижней ноги. Достаточно для данного упражнения выдержать интервал в течение одной минуты, для того, чтобы мускулатура за этот период по времени успела расслабиться и достигла максимальной своей длины в этом упражнении. Второй вариант того же самого упражнения, который подготавливает нас к посадке по поперечный шпагат. Пешеходное положение то же самое, но в этом случае мы отводим ногу в сторону. Стараемся удержать прямую ровную осанку, держа спину. Также обратить внимание на то, чтобы были прямые колени. Прямое колено в этих упражнениях – это залог безопасности и здоровья коленного сустава. Если нога будет согнута, это небезопасный вариант, который я не рекомендую использовать при выполнении данного упражнения. В нашем клубе есть прекрасный тренажер, который поможет вам сесть поперечный шпагат. Как им пользоваться, все очень просто. Для начала вам нужно уседствовать поудобнее на тренажер. И самое главное, прошу обратить внимание, чтобы таз был прижат обязательно к спинке тренажера. Далее, либо самостоятельно, либо также с помощью тренера вы увеличиваете расстояние между стопами. Опять-таки, я подчеркиваю, что насколько это возможно. Если вы привыкаете к упражнению в течение 60 секунд, это время можно варьировать вплоть до 3 минут. Следующее упражнение – прекрасный вариант для того, чтобы подготовить себя и к поперечному шпагату, но также упражнение хорошо воздействует на подвижность изобедренного сустава, что в свою очередь нам пригодится также и в продольном шпагате. Первый вариант этого упражнения – это наклон вперед. Мы выставляем руки для начала перед собой. Это более легкий вариант. Усложнение этого варианта возможно с помощью постановки рук на предплечье, на локоть. И более сложный вариант для продвинутых. Ладонями мы держимся либо за стопы, либо опираемся на паркет, чтобы можно было удержаться и со всего размаху не упасть на лицо. Ну и, конечно же, если у вас есть помощь тренера, либо партнера, кто, конечно же, понимает, что он делает, можно добавить небольшой наклон путем нажатия на спину. Следующая вариация этого же упражнения – это наклон через сторону. Прошу обратить внимание, что в этом упражнении важно держаться двумя руками на одном уровне, потому что проще и легче дотянуться одной рукой, но от такого варианта упражнения особого результативности мы можем не ждать. Все упражнения строятся по основе просто, чуть сложнее и самый сложный вариант. Держаться за пяточку, как многим кажется, это очень трудно, но на самом деле, если мы попробуем перехватиться за верхнюю часть стопы и силой потянуть носок на себя, упражнение усложняется намного. То есть мы можем подумать о том, что положение рук на пяточке – более простой вариант, положение на носок – более усложненное. Собственно, так и есть. Обязательно выполнив упражнение на правую ногу, логично сделать его и налево, но в том же количестве по времени. Итак, сейчас мы разобрали вместе с вами ряд упражнений, которые можно отнести к разряду для продвинутых занимающихся в формате занятий mind and body, стретч, пилатес, йога. Но как же быть тем людям, которые пришли в первый раз в фитнес-клуб и хотят начать с каких-то небольших маленьких шагов? Я предлагаю, приглашаю вас прийти на нашу секцию стретч и с головой кунуться в этот мир, в котором вы можете подчеркнуть для себя что-то забытое старое и, быть может, какие-то новые упражнения, которые вы еще не видели. Друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно ждем от вас лайков. До новых встреч! Всем пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова